Большое международное мероприятие принимал туристический комплекс «Лагуна Янтарная», один из наиболее популярных среди туристов Белоруссии и Польши, находящийся в непосредственной близости с рубежами двух стран. Сотрудничество приграничных регионов всегда было и остается одной из наиболее актуальных тем. Как построить деятельность так, чтобы обе стороны диалога имели заинтересованность в общих проектах, причем каждая получала от такого сотрудничества свою пользу. Об этом и не только шел разговор в рамках Белорусско-Польской подкомиссии. Надеемся, что эта атмосфера, атмосфера совместной работы, поможет нам устранить те барьеры, которые существуют между нами сегодня. Взять в пример ту же границу, где иногда бывают вопросы по скорости перемещения. Возможно, наше активное взаимодействие позволит как-то ускорить и этот процесс. Нам интересен этот процесс и важно использовать все его возможности и привилегии. Мероприятие в этот раз проходило в рамках Белорусско-Польской Межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества. На повестке дня обсуждение совместных проектов для правоохранительных, природоохранных, санитарно-эпидемиологических и ветеринарных служб, мероприятия по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и работе в сфере таможенного контроля. Это во благо того, чтобы упростить эту систему контроля, прохождение границ, обмена товарами, ну и еще решение ряда вопросов. Развиваются действительно сегодня все и установились добрые отношения не только у спасателей, безусловно, да, за что мне отрадно, но и у тех же санитарно-эпидемиологических служб, у тех же медиков, у тех же пограничников, да, я думаю, что перспективы достаточно широкие. Итогом встречи стало подписание протокола между представителями Польши и Беларуси. Каждый из сторон, заручившись поддержкой коллег, теперь будет работать над своим перечнем задач. Мы развиваем взаимоотношения как в сфере таможенных служб, в сфере ветеринарного контроля, в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, в сфере оказания помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. Подтверждением ярким этому являются те цифры, которые тех международных проектов технической помощи, которые я могу сегодня озвучить. Вот, допустим, Гродненский регион, сегодня реализуется проект на сумму чуть более чем полтора миллиона евро. Если брать Брестский регион, то совместный проект сегодня реализуется на сумму порядка четырех с половиной миллионов евро. Я думаю, что это неплохие результаты нашей работы, и думаю, что на этом не стоит останавливаться. Есть над чем работать и есть куда двигаться. Продолжение следует...